к йогой с вами шумики и мы продолжаем пройти руку под названием легендарь так мы подалили с вами оборотней на фабрике и мы опять вернулись метро ух уж это метро прикольно я значит ему тут помогать решил помочь а у меня у так нахилка все-таки не полная пошел разбираемся с этими мерзавцами мне надо чтобы они ближе ко мне подъехали вот и все вот и отхилился так больше что здесь у нас тут ничего вот давай сюда идти с тем не разговаривает а вот типа я мог воспользоваться понимаю ну вот для прицела такого мне нужно вообще знаете выключать нахер вообще нафиг выключать скорость мышки либо мышкой вообще не дергать либо просто не прицеливаться как вариант где мой дробовик мне нужен уже дробовик да все таки микрофон уже скоро жопа потому что я слышу на предыдущей записи то есть предыдущая серия то что у меня там уже микрофон начнет ложиться в плане того что там звуки которые не должны быть я нашла пост без охраны на станции метро рядом с таймсфер встречаемся там попробую вызвать с этого поста под ногу понимаю понимаю пока что топор пускай будет если не ошибаюсь призраки эти должны быть здесь чего когда вы движетесь по воде вы можете ускорять а или вы не можете ускоряться но призраки чем они стрёмны они сами по себе стрёмно выглядят так это пони еще сама по себе стрёмная стрёмный момент именно в плане того как все там происходит ну мне кажется все равно потом все поймете так что по памяти это первая из стрёмных локаций вторая стрёмная локация если не ошибаюсь кладбище было кладбище собор там ночью все происходит ну если я с тобой зайду то значит я закончу серию ну то есть в плане закончила серию потому что именно уровень не закончил да поэтому давайте посмотрим что здесь вообще есть так здесь у нас респаван коктейля молотова как то здесь оружие много тоже раскидано походу как это будет файтинг место фихтинг место так и здесь есть хп на всякий случай и все ну сделай вид что я запомнил ого тут оружие это совсем не то что обещал мне лефей я понятия не имела что появятся все эти твари и что он попытается нас убить к счастью я знаю людей которые помогут его остановить как говорится враг моего врага ну в общем ты понял я не мог не знать твои коды доступа и это значит с тобой заодно коды доступа похоже у вас обоих запас прочности больше чем я предполагал лефей ублюдок нашими руками ты открыл ящик пандоры зачем тихие звуки убил тебя в свои планы когда нанимал декарда то зачем мне это делать сейчас знаешь ты слишком чистолюбива чтобы тебе доверять но убивать нас зачем декард должен умереть на то есть свои причины ну а ты вот и не в курсе всех моих планов у тебя да и так знаешь слишком много так что прощай милочка и вы мистер декар уверен как профессионал вы меня поймете ничего личного ну а уменьши а А, это наш штамп, да Ну чё, я не понимаю, я просто стреляю Нааааа Просто идём и стреляем Тогда я тебя, наверное, просто сюда взгляду и всех перебью Вот и всё Всё под контролем Что делать с Декардом и Вивианом? Вас понял Добрый день, мисс Кейн, рад нашей встрече Будьте добры объяснить мне, почему я не должен пристрелить на месте вас и вашего друга Лексингтон был полевым командиром Совета 98 До того, как Лефей меня кинул, мне не раз доводилось сталкиваться с Советом и с Лексингтоном, когда мы были врагами Теперь только Совет мог помочь нам остановить Лефея с его ящиком Пандоры Лексингтону нелегко было поверить в мою искренность, но я слишком много знала про Чёрный Орден, чтобы он мог просто пристрелить меня Печать, выжженная у Декарда на руке, сделала его бесценной частью головоломки, таинственной связью с ящиком Пандоры И мы заключили сделку Мы с Декардом поможем Совету вернуть ящик Пандоры Испутаем план Лефея, а взамен Совет даст нам убежище Враг нашего врага стал нам другом Да, вот так вот Адская боль, наверное Что ж, не будешь совать руки куда попало, да? Все вроде живы Босс на связи Внимание всем отрядам, говорит Лексингтон Ящик Пандоры был перехвачен гигантским существом напоминающим Голема Он убирает в себя окружающие предметы с помощью энергетического магнитного поля К сожалению, он поглотил ящик Пандоры У нас на борту три электромагнитных импульсных генератора, чтобы исправить это Будьте готовы к зачистке зоны, когда наш вертолет включит ЭМИ Вперед! Полетели, полетели! Синица три на месте, генератор к работе готов Синица один на месте, включение готово Синица два на позиции, нужна информация по другу У меня помехи на радаре Пас понял, Синица два, подтверждаю помехи на радаре Коли мы не вижу, необходимо визуальное подтверждение земли Опа, вот и подтверждение земли, да? О-о-о, о-о-о-о О-о-о Во что вы стреляете? А, я понял Синица два, генераторы тяги от страны Синица два, прием! Синица два, прием! Черт, мы их потеряли О-о-о, с этого момента Синица два, придем! Надо выбраться на поверхность. Пойдемте забраться на вертолет. Утас сейчас будет самое стрёмное в игре. Это вот здесь. Вот здесь я выкручивал максимум просто на себе яркость, потому что я нихера не видел. И именно против них лучше использовать двойной клик. Когда нет предметов... Тварь. Лучше просто по предметам стрелять. Одна пулька и все. Тупые призраки. Как они меня пугают. А это вот водяное чудище. Все это видели, да? Как огромная скользкая тварь схватила этого парня. Мне это не нравится. Мне это совсем не нравится. И поэтому мы идем в воду. А у нас вариантов больше нету, в принципе. Какие у меня варианты? Щупальца эхидны. В греческой мифологии эхидна... Проматерь чудовища обладала лицом и грудью прекрасной женщины и телом змеи. В некоторых мифах говорится, что у нее было несколько хвостов, когда эти щупальца выбираются из-под земли и действуют заодно. Кажется, будто они принадлежат единому организму, прячущемуся в недрах земли. Голем. По словам Лексингтона, Голем держит воедино энергетическое поле, уничтожить которое можно с помощью электромагнитных импульсов. Понятия не имею, что это означает, но похоже нам пришло время запастись батарейками. Задание. Уничтожить Голема изобретениящик Мондора. Наряжение. Вертолет Черный Ястреб. Усовершенствование УН-60М. Похоже, у Совета точно такой же доступ к военной технологии, как и у Громил Лефей из Черного Ордена. У обеих организаций явно денег куру не клюют. Если не могут позволить себе такие игрушки, интересно, насколько крупны у них связи в правительстве. И в промышленности. Информация. Вивиан Кейн. Так. Потерять работу это всегда неприятно. Особенно, когда высший босс открывает на себя охоту. Не знаю, что там было у Вивио с Лефеем, но с начальностью ей явно не повезло. К сожалению, она мой единственный шанс выбраться живому из этого переделки, так что нам придется держаться заодно. Так. Армонт Лефей. Не знаю, что он задумал, но ему нужно было открыть ящик Пандоры. Он обманул, заставив меня это сделать. А потом отправил своих наемников забрать добычу и меня перекончить. Но я категорически против. Совет 98. По словам Вивиан, Совет 98 издавна противостоит Черному Ордену. Получив... Получается, раз Орден намерен выпустить в мир всех этих монстров, то совет на стороне добра. Эксинкрор Эйтан Дира. Этот парень управляет... Так. Правильный до тошноты. Небось он и дышит только по уставу. Но мне лучше не становится его против себя... Настраивать его против себя. Похоже, он один из высших щенов в Совете 98. А мне как раз нужны такие друзья. Надежный и вооруженный до зубов. Блин, на самом деле я не помню, как эту локацию проходить. Просто держаться от труп подальше. Если я не путаю. Трупа Альфа, ваше местоположение. Альфа на связи. Спускаемся в активизацию с 9 улицы. Альфа на связи. Ваше местоположение. Это на связи. Понял. Это сигнала группы Альфа. Прикольно. Дайccено. Водяного скелета. На所有 энергии, вы estavam в педер's答е. так тут повсюду людей хватает какие-то шу пальца кажется я придумал как пробраться по верху до встречи хорошо ты придумал так у него дробовик который мне нужен шертовые призраки они очень много урона наносят из-за них очень мало этих очков дают и и только можно атаковать когда они становятся видными поэтому нужно быть осторожным очень осторожным ну я думаю вместо пистолета пускай лучше будет дробовик так ведь блин я вспомнил да то только можно точно низко хороший да хорошо надо быть осторожным главное не давать ему себя таковать если не начнет атаковать ребят я вам говорил просто мне хп будет улетать как блядь я не знаю что я шо и ты успел убить да да я ж не глупый я игру проходил потом я знаю как более-менее с вами справляться когда мы будем голема уничтожать там этих дурачек тоже будет много надо быть точным и метким в этом нашем деле поехали так а ну это нормально проходит закрываемся не превращается мы просто их убиваем а я думал я должен пойти упасть потом я смотрю тут некуда падать так подождите дробовик мародер модель 1010 производства цены которые дробовик один из так одним выстрелом вводит из строя несколько врагов отлично подходит для ближайших ближнего боя калибр 12 устройство помповик система подачи восьми зарядным внутренним магазином нари легенда демонических существ имитирующий нари пришли из восточной европы мифы славят гласят что нари возникает из души мертвых детей болгары представляет их в виде птица за невинными обликом скрывается нечеловеческая жестокость стали нари могут быть очень враждебны вероятность их из схожи схожести человеческими детьми это мимикрия выработанная в ходе эволюции чтобы внушить жертве ложных ощущений безопасности и иметь шанс подобраться поближе а потом нанести смертельный удар когтями также нари обладают поразительным средством защиты они способны стать совершенно без пол бесплодными это позволяет ими избегать нападения и предотвращать а и преследовать добычу сквозь любые физические предметы как они выглядят а по мне это обычные мухи мясорубка дельта на связи в канализации творится какая-то чертовщина в воздухе летают крупные предметы эти призраки пугают команду ну да как видите просто же их называю призраками так поди здесь я должен падать да я здесь упаду и буду сражаться вы здесь вот это должно упасть и так не хочу падать мы просто знаем что будет а вот здесь упадет то что здесь мы мы в моей голове было почему то что мост просто упадет из-за того что непрочный ну ладно что мне казалось что сейчас на меня призраки нападут из включат систему а ведь а это ну так подожди я думал это корни так вам молотов мне тоже не нужен пистолет в принципе скорее всего полезная вещь но не автомат дробовик пол получше запомните автомат он из того что скорострельный из того что он в больших случаях нам пригодится против именно больших боссов именно настоящих больших боссов ну не боссов а именно врагов по моему у меня фрезы ну зато они реально привели меня к выходу он пройдет я хочу посмотреть что там просто вот этого я уже не помню блин ну хотя ладно это такое типа с одной стороны да с одной стороны да потому что он типа скоростреляет с другой стороны не ладно об Опа! Да! Окей! Давай! Мне нужно, если не ошибаюсь, две-таки полные. Ладно, расслабьтесь, уже всё. Батуха, стой! Так, всё, один генератор мы запустили. Что у меня там обновляется? Один эми-генератор запущен, осталось ещё два. Ммм... 750 выстрелов в минуту. Система подачи, магазин, ёмкость и 30 патронов. Генератор Синицы-2 разлетелся на пусты, когда вертолёт провалился в подзем. Тебе надо найти эти части и восстановить прибор. Ну, это нам нужно сюда внутрь находить, я помню где-то было, и внутрь здания. Пошёл, пошёл, пошёл! И... Всем... Пока!